Добрый день, друзья мои. Очередные наши итоги. И вот, как вы видите, по освещению записываю я их поздно вечером. Приехала после съёмок, после всех моих событий. Я перешла на другой канал, как вы знаете, работать. И с 7 сентября уже буду в эфире. В эфире, однако, вернёмся к итогам. И начнём, пожалуй, с Белоруссии. В Белоруссии не прекращаются, конечно, протесты. И сегодня были многочисленные митинги. И вчера были многочисленные митинги. Но, конечно, вопросов там больше, чем ответы. Во-первых, кандидат на выборах, кандидат президента на выборах Белоруссии, Светлана Тихановская, которая сейчас, как мы знаем, пребывает в Литве, в Вильнюсе, заявила, что не готова назвать себя, огласить себя президентом Белоруссии и не вернётся в страну в ближайшее время, пока там будет Лукашенко. Ну, конечно, понятно, что женщина имеет своё право и любое право на такую позицию. Однако же, ну, ведь никто не заставлял её дебаллотироваться. И никто не говорил о том, что там не выкручивал ей руки. Следовательно, какая-то ответственность у человека должна быть, но она её понимает именно так. Между тем, конечно, Лукашенко не сдаётся. И он сейчас, как мы знаем, выполняет обязанности президента Белоруссии. Он приказал с понедельника закрыть все предприятия, которые бастуют, все предприятия, которые страйк огласили и так далее. И, конечно, ничего хорошего в этом нет, понятно. Все антиправительственные акции, участники берутся на заметку, особенно люди более или менее известные. И кроме всего прочего, там есть какие-то, да, такие вещи, которые, ну, можно воспринимать как сигнал. Например, Лукашенко сказал, что не видит проблем в том, чтобы продолжать там на русском вести там государственную переписку, чтобы госслужащие говорили на русском. То есть переходить на белорусский язык, он не видит в этом никаких ни проблем, ни надобностей. И, кроме того, он впервые, как он сказал, за 25 лет перевёл вооружённые силы Белоруссии в боевую готовность. Хорошо ли это? Ну, сами знаете ответ. Знаете, вот если анализировать все Майданы, революции, которые происходили в последнее время на постсоветской территории, всегда бросаются в глаза, с моей точки зрения, это моё личное мнение, одна вещь. Мы отлично знаем, как проводить митинги, мы отлично знаем, как проводить Майданы, но особенно вот когда они поддерживаются. Но мы не знаем, что делать потом, потому что всё, что происходит потом, оно нивелирует все задачи, которые оставились во время Майдана. Так было, по крайней мере, в Украине. Сегодня мы не видим конкретных лидеров белорусских протестов. То есть народ, конечно, безусловно, гражданское общество в Белоруссии есть. Оно сформировалось, как выяснилось. Но вот кто будет строить новую Белоруссию, вот здесь вот большие вопросы, да, и ответа на них пока не слышу, честно говоря. Ещё одно событие этой недели, которое, конечно, очень широко обсуждается, это то, что произошло с лидером российской оппозиции Навальным. Утром 20 августа, как мы все знаем, я просто напомню событие. Во время перелёта из Томска в Москву основателем фонда борьбы с коррупцией, которым является Алексей Навальный, стал в самолёте плохо. По словам его секретаря, Кира Ермыш, политик, после взлёта сказал, что плохо себя чувствует. Попросил салфетки, испарина у него была науку. Ну, в общем, все признаки того, что человеку становится всё хуже и хуже. Он, как говорит его пресс-секретарь, просил с ним говорить, потому что ему хотелось сконцентрироваться на звуке человеческого голоса и так далее. После этого он ушёл в туалет и потерял сознание. В интернете есть видео, которое там снял кто-то из пассажёров самолёта. Оно, конечно, жуткое совершенно. Там, где Алексей кричит, видно, что ему больно и что ему очень тяжело. Ну и вот после нескольких дней пребывания в больнице города Томска, вернее, не Томска, а Омска, всё-таки его жена, его близкие, его пресс-секретарь, его команда добились того, чтобы всё-таки его транспортировали в немецкую клинику Шеретэн. Шеретэн был отправлен с огромными трудностями. Сейчас там широко обсуждается в интернете и либеральной интеллигенции обсуждается диагноз, которому поставили в российской клинике нарушение обмена веществ. Звучит почти как издевательство. Какие-то там есть документы о том, что якобы нашли у него организмы следы алкогольного отравления и так далее. Ну то есть, знаете, история какая-то очень, ну, некрасивая, неприличная, учитывая количество людей в штатском, которые пребывали в больнице и так далее. Ну, Шеретэ, как мы знаем, известная клиника, она, Навальный не первый человек, да, который лежит тут с подозрением на отравление там. Мы помним, что до Навального там и Горбачёв лежал, и Ельцин, и Шеварнадзе, и Ющенко, и Тимошенко. Ющенко как раз с аналогичным диагнозом. Я имею в виду, что тоже подозревали отравление, да, там работали с его организмом, выводили токсины и так далее. Поэтому, конечно же, будем надеяться, что Алексей Навальный выберет с этой ситуацией, выскочит из неё с помощью немецких врачей, потому что сейчас мнения разделились, идут такие, знаете, дискуссии в интернете. Кто-то говорит о том, что это, конечно же, это дело власти, это такая показательная власть. Кто-то говорит, что нет, для Путина это был страшный сон, это всё-таки какие-то его враги региональные, которых там он обличал. О чём говорить? Знаете, я вам скажу так, что за последние 20 лет, и это не секрет, отравления стали частью политической реальности России. Это не, так сказать, с этим никто не будет спорить. Мы помним, что происходило с Литвиненко, в Лондоне со Скрипалями, мы знаем судьбу Плитковской, Карамурзы, которую два раза пытались отравить, Герзилова и многих других. Даже Дмитрий Быков написал пост, что вот, ну он же раньше говорил о том, что даже вот в интервью, которое он давал мне, он сказал, что ничего страшного не произошло, он считал, что это было отравление и так далее, ну пищевое отравление иметься в виду. Но вот сейчас он говорит о том, что он тоже считает, что это была спецоперация по отношению к нему, так же, как и Алексею Навальному. Просто раньше он не хотел акцентировать на этом внимание. Мы помним, что Анна Политковская в свое время выпила чай в самолете Аэрофлота, которая летела из Москвы в Беслан, ей стало плохо, и она попала в больницу с отравлением, ее намеренно отравили. В 2003 году, был после тяжелой, загадочной болезни, которую тоже, так сказать, многие квалифицировали как отравление, умер замглавного редактора «Новой газеты» Юрий Щукачихин, известнейший журналист, который в то время, как мы помним, как помнят многие, по крайней мере, расследовал дело о контрабанде. В апреле 2004 года в СИЗО Волгограда странной смертью умер такой чеченский авторитет, был лечи Эдиговым борода, а Эдиговый борода были знакомы, вот с разных сторон линии фронта они занимались обменом пленных заложниками и так далее. В 2004 году еще одна загадочная смерть произошла, при загадочных обстоятельствах умер бывший охранник мэрии Санкт-Петербурга и Анатолия Собчака, Роман Сепов. Дважды в 2015 и в 2017 году был отравлен зампредседателя открытой России, глава фонда Немцова, Кара Мурза, о котором я только что говорила. И этот список можно продолжать бесконечно. Вот там уже, наверное, многие забыли про историю Егора Гайдара, которая с ним произошла в Ирландии. Там тоже ему стало плохо, он попал в больницу с симптомами, которые были тоже очень похожи на отравление, сильнейшая рвота, кровотечение и так далее. А Чубайс тогда еще заявил, что с ним это сделали враги России и так далее. То есть список очень большой, не говоря уже о Литвиненко, а там знаменитое отравление, да, полониям и так далее. То есть Скрипали, да, последняя история, одна из последних. То есть традиции, вот эти политические, они как бы всем известны, они на слуху, они писали много. И, конечно, вот сейчас вот эта страшная история с Алексеем Навальным. Дай Бог ему, я же еще раз говорю, дай Бог ему здоровья крепкого. И все-таки он молодой человек и с крепким здоровьем, у которого нет вредных привычек и очень хочется надеяться, что все будет хорошо. Конечно, вокруг всего этого, как вы понимаете, очень много происходит. Но вот я обратила внимание на конфликт, на совершенно дикий пост-класса, Муджебаева, который живет в Украине, журналиста, который там называл об этом посту, что нечего ему жалеть Навального, он там российские нации и все такое. Знаете, вот сейчас, как мне кажется, не то время, когда нужно обсуждать политические взгляды Навального. О Навальном говорили, что он враг, вернее, что он человек Кремля. Но вот вам, пожалуйста, история, которая полностью опровергает это. Поэтому в связи с этим постом Муджебаева уже там Шендерович написал, что назвал его негодяем. Еще там ряд журналистов российских написали, что они больше с ним ничего общего не хотят иметь. Вот вы знаете, как мне кажется, есть вещи, которые, ну, то, что я называю этикой, да, политической, которая важнее, чем политические взгляды. Когда человек в коме лежит в больнице, то даже если вы не согласны с его политическим взглядом, все-таки лучше не писать таких постов, где там оскорблять человека, унижать и приносить дополнительную боль его семье. Потому что жене Юли и его детям сейчас, я уверена, очень не сладко и очень, знаете, ну, как бы они переживают страшные дни для себя. Поэтому можно было, безусловно, и помолчать. Я в этом абсолютно, так сказать, убеждена. Ну, и если говорить уже не о международных новостях, а говорить о Украине, конечно, то, в принципе, у нас нарастает количество больных коронавирусом, больше двух тысяч каждый день. И президент Зеленский назвал, как что вот именно сейчас, то, что было раньше, дескать, это не первая волна коронавируса. Вот только сейчас у нас начинается эта первая волна коронавируса. Я знаю, что огромное количество известных и публичных людей уже переболело ковидом. Конечно же, еще многие переболеют. И с первого дня, с самого первого дня, как только началась пандемия, я говорила и продолжала говорить о том, что государство Украины должно принять серьезнейшую программу по борьбе с ковидом. Пока, слава Богу, хорошо то, что у нас есть героические врачи, которые приняли этот удар на себя, многие из них переболели, многие из них принесли в семьи ковид и столкнулись со смертью, умерли или родители, или мужья, или еще, знаете, близкие родственники. И, конечно, это очень больно. Люди работают за просто мизерные зарплаты. Но, слава Богу, должна сказать, что люди это то, чем мы можем гордиться. Украинские врачи просто настоящие герои. Кроме того, если говорить о плюсах еще в этой ситуации, то, слава Богу, Ульяна Супрун, которого исполняла обязанности министра много лет, больше трех лет, она не успела до конца разрушить систему Симашка. У нас остались больницы и койки, которые сейчас очень пригодились. Но надо сказать, что при таком росте больных больницы заполняются, больницы Киева, например, заполнены уже на 70% по свидетельству Ольги Голубовской, которая, ну, фактически является таким фронтменом сегодня в общении с прессой. Она известна, очень инфекциониста и она профессиональный компетентный человек. Я думаю, что в тех областях, например, во Львовской области где самые большие показатели больницы уже практически заполнены. Поэтому, конечно, государство Украины должно очень серьезно подумать о том, что происходит. Мы помним, что в нашем фонде к борьбе с коронавирусом, когда все начиналось, было 60 миллиардов гривен. Сегодня он практически пустой, потому что 20 миллиардов взяли для того, чтобы выплатить пенсии. Еще там 30 с чем-то взяли на строительство дорог. Знаете, прям не строили, не строили, тут прям, когда пандемия, нужно начать серьезно строить. А если серьезно об этом говорить, то мы знаем, что именно на строительстве дорог легче всего воровать деньги. Вот почему их туда направили. Вместо того, чтобы купить автоматы, по автоматы, которые делают тесты ПЦР, которые делают тесты на антитела и так далее. То, что сейчас есть в ведущих странах, тоже Корея и так далее. Мы могли много сделать, другие какие-то государственные программы, которые обеспечивали борьбу, потому что Китай уже удалось все-таки справиться с пандемией. Корея удалось справиться с пандемией. У нас было первое время, когда у нас практически было 300-400 больных, у нас была серьезная обсервация карантин для абсолютного большинства людей. То есть люди сидели по домам. Государство был, знаете, такой огромный временной зазор, потому что 3 месяца в данных условиях это большой зазор для того, чтобы разработать государственную программу и привести ее в действие. К сожалению, это не было сделано. И поэтому сегодня я могу констатировать только то, что люди болеют, люди будут болеть, не зная, возможно ли какой-то там групповой иммунитет, как поначалу говорили, потому что, как мы знаем, иммунитет возможен только когда есть антитела у людей. Но со временем у переболевших антитела исчезают. Значит, люди могут болеть и второй раз, и третий раз и так далее. И это плохая новость. Одним словом, одним словом, в Украине растет решается пандемия, при этом у нас вот есть конфликт, и не знаю, как будет решена эта ситуация, но мэр Умани просто криком кричит о том, что он просит президента запретить въезд в Украину, из Израиля, евреев-хасидов, которые каждый год приезжают в Умань, да, и каждый год Украина и город Умань их принимал, и гостеприимы достаточно, но сейчас мы знаем, что Израиль находится в красной зоне, и как раз среди вот этой группы населения, да, в Израиле очень много случаев болезни с коронавирусом. Я понимаю, что многие на это начнут возмущаться и говорить, особенно религиозные люди, что это антисемитизм, не пустить и так далее, но, как мне кажется, надо отнестись к этому с пониманием. Есть национальные интересы, есть у нас ситуация расширения пандемии, нарастания стремительного, и в этой ситуации, конечно, 10 тысяч человек принять без тестов ПЦР в маленький городок, это, по-моему, это неправильно, это катастрофа. Вот не знаю, как сейчас будет эта история решена, но, тем не менее, тем не менее, конечно, это очень важная ситуация, ну и Кабмин наш, который сейчас, конечно, борется за то, чтобы хоть немного поднять украинскую экономику, хоть как-то ее удержать, потому что мы входим в пеки осенью, ну, с одной стороны, вы знаете, что коронавирус опустил экономику практически всех стран мира, у которых там был карантин, которая борется с пандемией, но, знаете, есть же страны, у которых есть жиров, которым есть отпудопады, такие, как Соединенные Штаты Америки или Германия, а есть страны, у которых нет жировка, вот такие, как Украина, и нам, конечно, практически падать некуда, вот, поэтому ситуация экономическая очень серьезная, и хочется верить, что все-таки мы сможем удержать и гривну, мы сможем удержать и социальные выплаты, и так далее, потому что идет ось, сейчас поднимутся тарифы на электроэнергию, на газ, и населению придется, ох, как непросто. Что ж, друзья мои, вот, коротко сегодня об итогах того, что происходит в мире, то, что происходит с нашими соседями, у наших соседей, и то, что происходит у нас. Я могу эти короткие итоги закончить только призывами, даже призывами, которые у меня просто просьба вам нижайшая. Первое, это, конечно, подписывайтесь, потому что говорить с вами выходить в эфиры и записывать большое интервью, это непросто, но если вы хотите качественного контента, и если вы хотите знать инсайды и секретики, и если вы хотите получать это вовремя, то, конечно, просто сейчас тыцните эту красную кнопку и сделайте это для нас, потому что мы для вас тоже очень много работаем. Это одно. И вторая просьба абсолютно человеческая, проявите здравый смысл, берегите себя, берегите своих близких, потому что, знаете, жизнь, она прекрасна тем, что она очень быстро меняется и в хорошую сторону, и иногда в сторону грустную, да, поэтому каждый из нас должен знать, что он сделал все для того, чтобы сохранить свою собственную безопасность, свое собственное здоровье и безопасность своих близких. Всех люблю. Скоро увидимся.